Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу говорить о любви. Да, именно о любви Божией. Это самое большое, что мы имеем в этой жизни. Некоторые говорят, ну, надо больше, может, о суде, о законе. Да, обо всем надо говорить. Но прежде всего о любви. Давайте прочитаем, как об этом говорит апостол Павел в 13 главе Коминфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящая или кимбал, звучащая. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывает си три – вера, надежда, любовь, но любовь больше из них. Мы видим, какое значение имеет любовь в глазах Бога. Она важнее веры, она важнее надежды. Вера – цена тогда, когда она движима любовью. Поэтому он говорит, даже если много-много можно сделать с верой, а любви нет, то это ничто. Ведь все начинается с того, что мы познаем любовь Бога. Бог Отец посылает своего Сына на нашу планету из любви к людям. Люди погибали, и поэтому нужна была жертва умилостивления. Так сказать, убедение животных за грех не помогало. Нужна была жертва другая. Поэтому был послан сам Сын Божий на эту землю. Ведь Бог уже однажды покарал эту планету, когда был потоп Ноя. И все утонули, кроме Ноя с женой и его трех сыновей с женами. И сказал Бог, не буду больше этого делать. И теперь у него совсем другой план. Он спасает людей от греха тем, что за них умирает Сын Божий. Это огромная любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. Поэтому послал своего Сына. Когда ты проникаешься этой любовью, она, так сказать, проникается. Когда ты сам начинаешь перед Богом молиться. Ты плачешь, потому что они не замечали этой большой любви. Они не замечали Бога. Они его не любили. Самый большой, видимо, грех, когда мы не любим Бога. А он нам дает столько, много. Он прощает нам любые грехи. Когда мы приходим к нему, просим и верим, что он, так сказать, за нас умер. Это так важно знать из этой любви. Но потом важно, чтобы эта любовь проникла и в нас. И когда я читаю вот это место из Кремля, нам 5 глава от начала, что именно любовь Божия изливается Духом Святой в наши сердца. Вот в этом вся важность. Тогда мы можем и поступать по любви. И вера будет движима. Я прочитаю. Духом Святым, данным нам. Именно Духом Святым пролита любовь в наши сердца. Ее там не было. Там была человеческая любовь. Там было тоже много что-то хорошего. Но не было Божьей любви. Потому что Божья любовь любит тогда, когда тебя не любит. Любовь Божья любит даже врагов. Любовь Божья, она жизнь человека изменяет радикально. И тогда ты можешь видеть эту благодать Божью, которая была, так сказать, нам подарена от Бога через смерть, через жертву Иисуса Христа. И мы стоим в этой благодати, имеем доступ к этой благодати. Он говорит, даже хвалимся этой благодатью. И у нас есть надежда, надежда, что будем вечно-вечно жить с Богом. И он говорит, что даже скорбями хвалимся. Почему? Да потому что в скорбях у нас появляется опытность. У нас появляется умение, так сказать, побеждать дьявола. Повидеть, как он проникает в тебя, как он с тобой разговаривает, как он к тебе, так сказать, какими-то, так сказать, методами хочет тебя убрать из любви Божьей. Именно отлучить от любви Божьей. Но он не может нас отлучить от любви Божьей, когда мы ее приняли. Когда она излилась в наши сердца Духом Святым. Тогда надежда не постыжает. То есть мы видим, что вот действительно пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Поэтому так важно, что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, мы должны помнить любовь Божия. И когда ты видишь в своем сердце жесткость или непрощение, или еще что-то, которое, так сказать, вдруг ты видишь, и не можешь так реагировать, как бы реагировал Иисус Христос. Надо просить прощения опять. Господи, наполняй меня своей любовью. У меня еще есть место в моем сердце. Наполняя его полностью, полностью своей любовью. Чтобы я был движим этой любовью. И так сказать, тогда и моя вера, и все она может производить большие-большие дела во славу Божию. И наша надежда, никто не может ее забрать. Потому что в нашем сердце есть любовь Божия, которую подарил нам Бог. Спасибо, Господи, за Твою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok